Привет, друзья, с вами «Дайвинг без границ». Сегодня мы начинаем нашу новую серию «Шарм. Инструкции по применению». Как вы и просили, будем рассказывать о жизни в Шарм-эль-Шейхе. И что-нибудь Татьяна сейчас скажет. Да. 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 Окей. Итак, о чем мы хотели сегодня поговорить? Мы хотели сегодня поговорить о ЖИЕ. То есть, наверное, один из самых важных вопросов, которые часто задаваемых, как здесь можно жить и где здесь можно жить. И, как вы понимаете, вариантов у вас два. Либо купить жилье, либо арендовать жилье. Купить жилье – вопрос, наверное, не самый простой для Шарм-эль-Шейха. Дело в том, что здесь нет как таковой собственности, права собственности. То есть, покупая жилье, вы фактически покупаете право аренды на длительный срок. Это для иностранцев. Да, для иностранцев. Местное население имеет так называемый грин-карту, специальное разрешение, которое включает право аренды земли. Даже не собственности земли, а именно аренды. Вот. Поэтому, если вы хотите инвестировать в покупку жилья, понимайте, что вы инвестируете деньги именно в долгосрочную аренду. Что касается покупки. Мы специально проконсультировались с местными риэлторами, чтобы уточнить все тонкости. И вот, что нам рассказали. В принципе, покупка здесь оформляется обычным договором. Договор оформляется непосредственно с застройщиком или с собственником земли. Редко, но бывает, что застройщик не является, вернее, не собственником, а человек, у которого есть право аренды земли от государства. Потому что земля на Синае не подлежит продаже, насколько я знаю, даже египтянам, по исключению, по-моему, какие-то... Ну, честно говоря, вот этот вопрос никто нам не мог точно ответить, кому можно здесь именно собственно землю купить. Вот. Поэтому договор вы заключаете в первую очередь с застройщиком. И вам придется как-то проверить документы. Скорее всего, вы сами проверить не сможете. Поэтому вам понадобится помощь специалиста, потому что все документы будут на арабском языке. Значит, процесс какой? Вы ищите жилье, находите собственника, то есть человека, у которого есть бумага с зеленой печатью, так называемая, да, вот это грин-карт. И оформляете с ним договор аренды долгосрочной, если вас устраивают сроки этой аренды. И в договоре оговаривается все, собственно, тип жилья, площади, придворовая площадь, сумма. И этот контракт потом вы... да, контракт лучше вписать всех своих родственников и детей, чтобы было проще потом с правом наследования, если что-то случится. Но с таким условием надо вписывать, что наследование наступает в случае вашей смерти. Потому что если вы, например, впишете собственниками детей, то до 21 года, здесь ваше налетие с 21 года, вы это жилье очень замучаетесь продавать. Вам будет очень-очень непросто его реализовать. Нет, просто нужно будет разрешение от всех вписанных в контракт. То есть вам придется всех этих детей сюда привезти или вписанных, кто там в этом контракте еще вписан. Да, и все вместе бегать по инстанциям, ставить вот эти вот все отпечатки, пальцы отлепить. Поэтому, когда делается контракт, да, он правильно сказал, что вписывайте не... Они не параллельно с вами, собственники, а именно как наследники. То есть в случае моей смерти там должна быть такая ремарка. Жилье наследуется вот такими-то людьми. И там уже вписывать. Чем больше, тем лучше. Да, чем больше, тем лучше, чтобы потом не переоформлять. Потом тоже можно уносить изменения, но опять это все будет процедура. Также вам придется опять искать этого собственника земли, у которого, и опять же с ним проходить все процедуры. Процедуры, на самом деле, может быть, не столь и длительные, но достаточно... Один год это не длительно. Да, но до года может длиться. Да, это может длиться год, может быть, и больше. Это зависит от того, будете ли вы сами этим заниматься, будет ли адвокат от вашего имени этим заниматься, либо, ну, приятер, тем не менее. Все равно они адвоката нанимают. В любом случае, если вы покупаете жилье у застройщика, то вам надо будет как хозяину, вернее, как будущему арендатору длительному пойти и заверить этот договор в суде так называемом. То есть вам понадобится непосредственно человек, у которого есть контракт на землю, и вам с ним надо будет идти в суд. Это в любом случае, даже если оформлением бумаг занимается нотариус, потому что подпись здесь оставляется отпечатком вашего пальца. То есть без вас дело не обойдется. Но это, как бы, не самая большая проблема. Дальше. Как, то есть какие собственники здесь могут быть, у кого вы можете купить? Вы можете купить жилье на первичном рынке непосредственно у застройщика, можете на вторичном. Первичный рынок – это либо компаунд, да, компания-владелец какого-то жилого района, который построил его. Там все просто, практически договор можно вообще даже не заверять в суде, на самом деле. Если это компаунд, который уже работает, это не новостроенный, известный с историей, вы можете спокойно просто оформить все документы в офисе компаунда. Вот. Но желательно все равно, на всякий случай. Это наверху обязательно. Нет, там риелтор сказал, что вот именно с компаундом можно все непосредственно в офисе компаунда завершить. То есть при желании можно поехать и заверить это в суде. При желании. Да, лучше бы это делать. Я это и хотел сказать, что лучше, конечно, съездить и заверить. Это будет для вас даже спокойно. Если же вы покупаете у частного застройщика в каком-то районе, где у него только одна вилла, там, или одна квартира, тем более, если одна квартира в вилле, то явно он не застройщик. То есть тут надо очень проверять документы. Вот. И, ну, в любом случае договор будет примерно такой же. Если же вы покупаете жилье уже у человека, который его перепродает, то есть, грубо говоря, на вторичном рынке, то вам нужно будет заключить контракт, опять же, непосредственно с собственником земли, да, или с застройщиком. В этом случае контракт бывшего владельца будет аннулирован, он останется у застройщика. На всякий случай себе копию тоже оставляете. Вот. И на вас выписывается новый контракт. Что важно? Обязательно любые операции с деньгами проводить с документальным заверением этих операций. То есть просто так деньги отдавать ни в коем случае нельзя. Потом вы не докажете, что вы отдавали. Поэтому идеальный вариант положить их на счет человека, у которого вы покупаете в банке. Тогда у вас останутся все документы, что вот вы эту сумму отдали. Вот. Либо заверять, опять же, у каких-то, ну, мотариусов, тут юристов, так называемых, лоера находите, который заверит передачу денег. Потому что без, ну, или расписка, опять же, но тогда тоже заверенное в суде. То есть в любом случае документ на деньги у вас должен быть. Вот. Это то, что касается покупки. По срокам. Значит, здесь максимальный срок, ну, так называемая аренда, да, 99 лет. Что будет дальше, пока, к сожалению, никто сказать не может. Потому что прецедентов еще не было. Просто Шарма и Шейху еще нет 99 лет. Ну, сроки бывают разные. Там бывает 49 лет, да, то есть это будет зависеть от компаунда, от собственника. И еще самое главное при оформлении контракта на себя важно переоформить на себя счетчики. То есть здесь все, что угодно, да, но счетчик на электричество должен быть на ваше имя. То есть вот в этом случае вы являетесь собственником. Да, и вам тогда обязательно, опять же, понадобится бывший владелец, на кого оформлен счетчик был. И с ним обязательно ехать в электрическую компанию и заключать этот договор. То есть, как сами понимаете, достаточно много телодвижений понадобится. Учитывая, что все на арабском, если вы не владеете арабским языком, без помощи вам просто не обойтись. Английского будет недостаточно для всего этого. По поводу контракта, составляют чаще всего на двух или на трех языках. То есть арабский обязательный и второй язык по вашему желанию. Ну, наверное, про покупку основную. А, ну, немножко можно сказать по ценам. Сейчас, конечно, по ценам ориентироваться очень трудно, так как сейчас в период такой вот ситуации с эпидемией, именно с этой пандемией. Нет, сейчас как раз хороший период. Покупайте себе. Сейчас покупайте. Да, нельзя приехать, купить можно. Ну, вот, допустим, сейчас цены, ну, то, что вот мы смотрели, однокомнатная квартира, ну, то есть односпальная. Тут жилье немножко по-другому ранжируется. То есть односпальная квартира может стоить от 400 тысяч фунтов в Випецке. Ну, это самое-самое. Скорее всего, она еще будет недостроена на момент продажи, потом она подорожает. Или просто убитая. А так, ну, ориентируйтесь, наверное, от 600 тысяч. То есть более-менее нормальное жилье, односпальная квартира. Это, грубо говоря, одна комната спальная и зал совмещенный из кухни, так называемый рецепшн. Вот, где-то, наверное, от 600 тысяч более-менее. В хорошем районе, в хорошем компаунде это будет, соответственно, стоить дороже. То есть есть, я видел, цены и миллион. Ну, от миллиона, начиная от миллиона. Да, от миллиона, миллион, миллион двести. То есть в хороших компаундах 600, это будет в простеньком районе. Так что, вот, наверное, по аренде, ну, пока все. По продаже. По покупке-продаже. По покупке-продаже. Пока все. Сейчас мы тогда поговорим об аренде. Итак, вы решили приехать пожить в Шарм-эль-Шейх, но у вас нет задачи приобрести здесь собственное жилье, и вы решили арендовать. Поэтому вы должны определиться, что вы хотите. В первую очередь вам надо определиться с тем, какого размера вам нужна квартира, то есть сколько она вводит комнаты. Может, со сроками сначала? Да. Хорошо. Может быть так. То есть, да, наверное, сначала со сроками. То есть аренда у нас есть тут долгосрочная и краткосрочная. Краткосрочная аренда – это все, что менее трех месяцев. Соответственно, там может быть оплата как по дням, по неделям или за месяц. Ну, естественно, чем меньше срок, тем дороже. Но в любом случае месячная оплата, даже если вы возьмете аренду на два месяца, будет дороже, чем если вы возьмете на три месяца. Но имеете в виду, что на месяц здесь практически не сдают. Они стараются сдавать в таких случаях по дням. Да, то есть сейчас, так как курорт достаточно популярен, становится у местного населения. И они стараются держать высокую цену, чтобы сдавать по дням. Потому что местные приезжают, грубо говоря, ну, максимум на неделю, а так обычно на выходные. И они за эти выходные выручают больше, чем можно с вас взять там за полторы на неделю. Вот. Поэтому краткосрочная аренда, если вы собрались приехать на неделю или на полторы, я думаю, что это вообще не для вас. Даже если на две недели, на три недели, это лучше отель, будет выгоднее. Отель действительно вам обойдется дешевле и будет проще. Если же вы решили снимать жилье на долгий срок, то есть три месяца и больше, то тогда вам надо, как я уже сказал, начать с того определиться, что вы хотите. То есть насколько большую квартиру, сколько мне будет комнат, в каком она будет районе. То есть насколько этот район благоустроен, цивилизован, можно так сказать. У нас районы очень разные. Есть районы, в которых есть жилые районы, как это называется, компаунды у нас это называется. У которых есть своя инфраструктура, да, то есть там бассейны, детские площадки, возможно, то есть маленькие магазинчики какие-то вот такие. А есть районы, в которых только виллы и больше, собственно, ничего нет. А охрана там может быть тоже, да. То есть вы должны решить для себя, насколько вам важно вот такие вещи, как бассейн, детские площадки, охрана. Может быть близость к морю, может быть удаленность, да. И будет ли у вас здесь свой транспорт. То есть будете ли вы арендовать машину или может быть скутер, либо будете передвигаться общественным транспортом. Вот. Дальше определяйтесь с бюджетом. То есть вы сами определяете бюджет, сколько у вас есть денег, сколько вы денег готовы потратить в месяц на аренду. Причем на аренду и плюс на оплату коммунальных и прочих услуг. Такие как там интернет и прочее. То есть вот у вас есть сумма, от нее вы начинаете танцевать. И как вы будете, как искать жилье в Шарме, в аренду. То есть первым делом вам надо зайти, конечно же, в интернет, в фейсбук, в группе по аренде жилья. В контакте я смотрел, меньше значительно. В фейсбуке есть группы по аренде невыжимости в Шарме. Там выкладываются предложения по аренде и по продаже. Вот ссылочку мы сейчас вот здесь вот тут вот где-нибудь разместим. Ну, либо в личку кому-нибудь из нас напишите, мы вам все эти контакты покидаем. В любом случае в описании ссылка будет на группу, можете посмотреть. И в этих группах вы можете хотя бы для начала посмотреть порядок цен. В каком районе, какая квартира, сколько примерно стоит. Сейчас, конечно, они стараются цены сразу не давать, не выкладывать. То есть там по запросу в личку. Но тем не менее, вы администратору этой группы можете написать. Вот у меня там такие-то хотелки, какие у вас есть предложения. И порядок цен вы уже будете знать. После того, как с ценой определились, начинайте смотреть, собственно, по районам. А на что вам хватит? Да, а на что вам хватит? То есть вы бы захотели компаунд с бассейном, охраной, с детским садиком, площадками игровыми. Может быть, с каруселями и прочим. Посчитали и решили остаться в Москве. Да. Посмотрели, сколько это стоит и решили, что нет, это, наверное, не ваше. Да, или вы хотели квартиру с видом на море, посмотрели, сколько стоит квартира с видом на море и решили, что, ну, может быть, на второй линии тоже жить не так уж и плохо. Да, лишние 50 метров пройти не так сложно за такую разницу в деньгах. И дальше мы вам сейчас, наверное, расскажем, какие вообще у нас есть районы и чем они отличаются. Потому что Шарм – это город большой, у нас протяженность города, наверное, километров 25. Да, больше, больше 30 километров, если по берегу. Если по береговой линии очень большая протяженность, районы разные, и они сильно отличаются. Вот сейчас мы вам тогда расскажем, как, в каком районе, ну, то есть, особенности каждого района. Итак, начнем с севера на юг. Мы пойдем на север. Да, мы пойдем с севера. И самый северный район у нас называется Напк. Напк – это самый новый район в Шарм-эль-Шейхе. Там достаточно много компаундов, реально их очень много. Жилье, естественно, там посвежее, поновее. Построены, как бы, то есть, и проекты более современные, ну, и, соответственно, в квартирах более современная мебель. Ну, и дома более многоэтажные, то есть, там, трех-четырехэтажные дома в этих компаундах. Вот. Но есть у этого района свои особенности. Этот район очень ветреный. И если летом это плюс, не так жарко, то зимой в этом районе очень-очень холодно. Дальше. Этот район, он достаточно обособлен от нашего основного города. И мы, как говорим, далек от цивилизации. Хотя в нем, конечно же, есть и свои… Своя цивилизация. Да, своя цивилизация, там, и кафе, и магазины. Все-все есть. Ну, скажем так, эта цивилизация, наверное, немножечко уступает цивилизации в старой части города. Да, там есть, по-моему, один метро. Ну, это супермаркет метро. Да, большой супермаркет. Ну, у нас их на порядок больше будет. Есть, конечно, и кафе, в том числе, там, и хард-рок кафе. Да, и ночные клубы. И дорогие отели. И есть развлекательные центры. Вот, но, во-первых, там жилье может находиться очень-очень-очень далеко от моря. То есть это прямо в пустыне около гор. Поэтому прежде чем что-то там вообще брать… Ну, цена там неплохие, в принципе, на жилье. То есть… Цена там, в принципе… Адекватная, скажем так. Да. Соотношение цена… Именно цена-качество жилья, то там вполне нормально. Наверное, самое лучшее. Вот, но учитывайте, что достаточно, вы будете в основном тогда замкнуты в своем районе. Потому что добраться до остальной части города, до цивилизации достаточно далеко. Ну, на маршрутках можно, но некоторые компаунды так далеко находятся в пустыне. Ну, от… не в пустыне, а от берега. От основной дороги они могут надалеко находиться и от моря, соответственно. Они далеко от моря, вам далеко будет добираться и до моря, и не просто добираться. Потому что либо пешком до основной дороги, где ходят в основном маршрутки, либо очень долго ждать маршрутки, пока она поедет по вашему… по вашей улице. А так как маршрутки здесь ходят, ну, произвольно, у них нет такого, что… Нет, ну, маршрут у них, конечно, есть, но если доплатить 5 фунтов, она завернет туда, куда вы захотите. Завезти вас завезут, но вот стоять около компаунда, которые находятся где-то далеко, там, на 4-й, 5-й линии, вы можете там целый день, и ни одна маршрутка не проедет. Что касается такси, раньше, конечно, с целыми здесь было все неплохо, но сейчас, к сожалению, наверное, это не тот вид транспорта. Да, сейчас… Когда мы… раньше мы на них достаточно свободно катались куда угодно, то сейчас, наверное, подумаем. А если ехать на такси без «Напка» и, например, либо в старый город, либо в «Нааму», ну, это влетит в копеечку все-таки. Да. Как вариант? Да. Как вариант, когда у вас большая компания, можете попробовать поймать маршрутку как такси, ну, наверное, как когда туристами здесь были, многие пользовались этим вариантом. То есть это будет дешевле, чем такси, но чуть-чуть дороже, чем маршрутка. Вот. А что еще хочу сказать про «Напка»? В «Напке» есть, в принципе, очень неплохой песчаный пляж. Очень большой… Это самый лучший, наверное, песчаный пляж. Он очень большой, он чистый, не очень сильно посещаемый. Нет, ну, он как бы посещаемый, но просто там его размеры, они… Но он находится еще за «Напком», то есть это самая крайняя точка. Вот. И, ну, опять же, добираться. А весь остальной, вся остальная береговая линия представляет собой достаточно длинный, мелкий риф. То есть там, грубо говоря, максимум по колено, а то и по щитам. Ну, кто был в отелях, наверное, видели здесь. Самые длинные понтоны – это «Напки». То есть имейте в виду, что… И длинные понтоны. То есть если вы перейдете, где-то между отелями действительно есть кусочек дикого пляжа, чтобы зайти, то есть вам до воды, чтобы поплавать нормально, придется топать, ой, там, может полкилометра быть. Имейте в виду, что зимой это всегда почти ветер. И, ну, достаточно сложно будет войти в воду в таких условиях. Поэтому у каждого района есть тут свои плюсы и минусы. А следующий район, если двигаться на юг, он называется Монтазов. Это очень большой протяженный район. Там тоже достаточно свежее жилье. Ну, так чтобы понятнее было вам в районе Шарстбэе, наверное. В районе аэропорта. Где порт, аэропорт. Можно сказать, что это тот район, который находится за аэропортом. И вот вся береговая линия практически до Наамабы. Вот это длинная такая протяженность, это Монтазов. То есть с пляжами. Пляжи там есть, насколько я знаю. Много диких пляжей. То есть выйти, найти себе лагунку, где поплескаться, достаточно легко. Не такая протяженность большая. Если вы рядом, конечно, живете. Кораллового рифа небольшая протяженность. Есть виллы, даже практически на берегу моря там сдаются. Ну, и портиры в этих виллах. То есть найти жилье вот прям с морем, с морем, там, наверное, будет проще всего. Но стоимость будет, опять же, немаленькая. Но это же и минус. Самый большой минус опять там транспорт. Без машины, без собственного транспорта нечего. Вы оттуда не выберетесь. Потому что туда транспорт практически не заезжает общественно. Второй минус – это отсутствие магазинов и какой-то либо инфраструктуры вообще. То есть ни НАПК, ни МОНТАЗа. То есть там нет школ. С садиками тоже достаточно грустно все. И есть еще такой момент. Ну, пожив какое-то здесь время, да, вы начнете себе искать там маникюр, педикюр, парикмахера, что-нибудь поесть вкусненькое. Но в НАПК это есть, а вот в МОНТАЗе я очень не уверен, придется куда-то ездить. Ну, может быть, там есть один-два-три человека, да. Когда у нас здесь выбор из десяти до двадцати, то там будет один-два-три. Вот так вот. Вот. Следующий район, опять же, двигаемся на юг – это Наамабей. Ну, Наамабей – это не только бухта Наамабея, а это большой, тоже большая протяженность и как по береговой линии, так и вглубь, в сторону гор. Огромное тоже количество компаундов. Есть отели, которые сдают жилье на долгий срок в виде и вилл, и апартаментов. Вот. Тоже абсолютно разного класса жилье. И инфраструктура там есть. То есть там ходит транспорт. Кому-то снят, а мы туда. Но тогда надо слиться ближе к главной дороге, которая идет параллельно морю, ближайшая к которой. Вот. Тусовка. То есть в самой Наамабе огромное количество кафе, там дискотеки есть, клубы всевозможные. Ну, опять же, магазины, там и супермаркеты есть. То есть с этим проблем нет. Есть школа. Ну, наверняка. Школы. Да, сейчас будут школы. Вот. Что там, маникюр, педикюр, я думаю, тоже вы там найдете. И парикмахеров, и колин. Не будете равно удалены от всего, получается. То есть это примерно вы будете жить в центре. Стоимость жилья примерно так средняя. То есть это не самое дорогое. Нет, есть дорогие компаунды, там типа Ривьеры тоже, да. Ну, достаточно старый, но дорогой. До сих пор непонятно, почему мы к нам отнесем. Ну, да, наверное, к нам. Она уже к нам все-таки ближе находится. Ее как бы в Хадабу не впишешь. Вот. Так что Наамабе как вариант. Очень много компаундов. Выбор большой. Если же двигаемся дальше на юг, мы попадаем в тот район, в котором живем мы. Это Хадаба. В Хадабе есть, ну, как бы в основном все знают Хадабу. Это вот как тот именно район, где находится, так называемый, он даже не компаунд, это райончик. Он назывался. Раньше он назывался Marine Sport Club. То есть обычно есть ли Хадаба, да, все вот где конечные маршрутки. Здесь Хадаба, да, то есть все, скорее всего, по этому месту знают этот район. Однако сам район, он намного больше. То есть здесь есть и компаунды, и есть вот такое вот жилье, как примерно. Компаунды здесь тоже есть и дорогие, и не очень. В Хадабе, ну, наверное, соотношение цена-качество, оно не самое лучшее, но цена здесь будет, наверное, одна из самых невысоких. Если мы не берем район Хайнор, то есть это район тоже Хадаба, то здесь, наверное, самое доступное жилье. Но основное преимущество этого района, то, что здесь есть вся инфраструктура. Тут у нас есть все супермаркеты, тут их три штуки, как минимум. Крупные супермаркеты. Да, сетевые имеется, плюс таких магазинов огромное количество. Здесь ходит весь транспорт, тут есть заправки есть. Живут все кулинары, живут все косметологи, парикмахеры. Детские садики у нас есть. Садики, школы, то есть все. Здесь транспорт ходит. И близко к морю. То есть мы живем близко к морю. То есть пешочечком тут добежать до пляжа, ну, 10-15 минут в таком прогулочном шаге. Но единственное, придется спускаться с обрыва. Но имейте в виду, да, это будет обрыв. Это дикий пляж. Это дикий пляж, да. То есть хоть там какие-то охранники есть, но он бесплатный и дикий. Есть и платные оборудованные пляжи, конечно, у нас. Сейчас проедем до страны. Если кому-то погонались, наверное. Вот. Поэтому район, он достаточно комфортен для проживания, но без претензий. То есть бассейнов у нас никаких здесь нет. Если это не компаун. Да. Не бассейнов, не охраны. Именно вот про ту хадобу, которую называют. Хадоба – это которая Марина Спортклаб. Вот. Что вам еще рассказать про районы? Жилье, стоимость жилья. Да. То есть она очень сильно отличается и зависит не только от компауда, но и от качества жилья. Допустим, даже две соседние виллы в одном и том же районе Хадоба могут… Жилье стоит прям… Ну, в два раза могут отличаться. Да, в два раза отличаться. Зависит от того, в каком оно состоянии и что находится внутри. И от жадности хозяина. И сейчас мы немножечко поговорим о том, на что надо обращать внимание, когда вы выбираете жилье. Итак, вы решили приехать, остаться в Шарме на полгода, например, решили перезимовать или на дольше, на более долгий срок, и решили остановиться в каком-то районе. Да, в каком… Выбрали понравившую вам квартиру, и первое, что вам надо узнать, кто ваши соседи. Это, поверьте мне, очень-очень важно. Ну, я бы, наверное, начала не с этого. То есть, если вы приехали и хотите выбрать жилье, наверное, все-таки стоит приехать сначала пожить. Ну, как выбирать? Ненавидеть куботель, да. И походить, посмотреть все это лично, потому что картинки – это, конечно, красиво и хорошо, но… Это может быть очень далеко от действительности, эти фотографии. Поэтому приехали, предварительно сняв жилье, то есть отель какой-то на неделю, достаточно взять самый дешевый отель, потому что если вы найдете хорошую квартиру, и можете просто сразу отказаться от этого отеля, небольшие, не такие большие деньги вы потеряете. И, наверное, лучше рассчитывать приезд к концу месяца, потому что в основном контракты помесячно идут, и люди, да, чаще всего съезжают, и квартиры освобождаются в конце месяца, то есть в начале месяца, до конца первого числа. Вот. Ну, хорошо. Приехали, заселились в отель, посмотрели объявления еще раз в свежей группе, мало объявлений, не знаете, что вам выбрать, поэтому обращайтесь к риэлторам. Риэлторов у нас, можно сказать, тут. Для вас будет два типа. Это риэлтор из местных и риэлтор из русскоговорящих. Русскоговорящих имеется в виду именно жители нашей страны, там, СССР бывшего, те, которые здесь живут и занимаются вот этим бизнесом. В чем разница? Наш риэлтор, он будет, может быть, возьмет немножечко больше с вас денег. Несущественная разница, на самом деле, совсем несущественная. Но он решит ваши вопросы по коммуникации, потому что если вы приехали, и вы не говорите по-арабски, а вы наверняка не говорите по-арабски, вам будет очень трудно найти жилье самому, потому что практически все домоуправляющие говорят, очень мало, ну, не все, мало достаточно, действительно, кто говорит по-английски хорошо. По-русски вообще практически никто из них не говорит. То есть вам понадобится человек, который имеет опыт, который знает этих людей, который вам все переведет и который будет договариваться. Местный риэлтор, как правило, из местных, отличается только тем, что у него варианты будут жилье другие и, как правило, у местных вариантов чуть больше. Вот лично мы все время снимали жилье. Ну и местные риэлторы. Самостоятельно, наверное, вы, скорее всего, его не найдете, то есть либо спрашиваете у знакомых у кого-то, кто здесь живет уже. Да, вам в любом случае понадобятся контакты. Поэтому если... Но они чаще всего говорят на английском, то есть уже часть проблемы будет снята. Если нужны контакты, можете обращаться к нам. Ну, сразу говорю, не просите нас подобрать вам жилье, потому что процесс этот, ну, реально он... Нет, ну попросить почему можно? Да, ну попросить можно, но это будет стоить тоже денег, потому что это очень много времени занимает. Здесь этот процесс достаточно такой. Не вот, что я в любой момент пошел и что-то посмотрел. Так, чтобы вы понимали, сколько стоят услуги риэлторов, то здесь сумма, которую риэлтор берет, она начинается, как правило, от 400 фунтов на данный момент. И в среднем это где-то 20-25% отмеченной стоимости аренды. Так что ориентируйтесь именно на эти цифры в оплате риэлтора. Дальше. Вы нашли риэлтора и ходите с ним, смотрите квартиры. Внимательно смотрите. Обязательно заходите в все квартиры, проверяйте абсолютно все. То есть как работают краны, как работают бойлер, нагреватель воды, душ, туалет, все... Кондиционеры, проводку, смотрите, лампочки. Пульт от всего. Все-все-все. Обязательно все проверяйте. Смотрите на... Холодильник. Очень часто здесь холодильники бывают такие уже ушатанные, когда сдают в аренду. То есть все-все-все тщательно проверяйте. Все. Если что-то вас не устраивает, обязательно обо всем этом говорите. И потом можно, в принципе, договориться либо на замену. Если вам квартира понравилась, то иногда можно договориться, что вам тот же холодильник поменяют. Кондей, конечно, во многих кто поменяет, но такую какую-то бытовую технику вполне могут поменять. Или договориться то, что вы там как-то за свой счет купите, и, возможно, вам часть аренды за это снизит. То есть варианты есть. Почему важно договориться, проверить все и договориться обо всем сразу, потом у вас не будет под рукой вашего риэлтора, и вам придется все эти вопросы решать самим. И не всегда это так дешево может обойтись, потому что многие домоправляющие на этом, собственно, это их бизнес. И они будут на вас зарабатывать. Вот, проверили. Дальше обязательно узнайте, кто ваш сосед. Если вашими соседями являются местные жители из небогатого сословия, с большим количеством детей, лучше такое жилье не снимать. Ну, давайте так. Местные жители здесь бывают, это стаф, обслуживающий персонал его в отелях. Они чаще всего снимают жилье человек 10 к квартиру. Ну, то есть такие варианты узбеки-узбеки. Живут там с комарами, с тараканами и прочей живностью. Вариант второй, вот как сказал Володя, это местные-местные. То есть это какая-то местная семья. Муж, жена и, наверное, там штук 50 ребятишек, орущих в основном ночью, слушающих телевизор тоже на запредельной громкости, тоже в основном почему-то ночью. И вариант третий, это миксовые семьи. Это кто-то, скорее всего, жена иностранка и муж местный, да, уже там с детьми, с бабушками, и прочие. Тут тоже надо смотреть на миксовые семьи. То есть если это достаточно спокойные, адекватные люди, вы можете там как бы спросить, во-первых, у того же Дармена. Ну, просто спроси, а кто соседи? Кто здесь живет рядом? Они, в принципе, охотно этой информацией делятся. Потому что если есть чем хорошим поделиться, то это будет плюсом. Идеальный вариант по соседям, это, конечно же, соседи иностранцы, европейцы. Я смотрю, какие. Ну, да, ну, вот мы живем, у нас итальянцы, соседи. Все в нашем доме, кроме нас итальянцы. И, кстати, да, имейте в виду, здесь иногда прям вот требование хозяина селить только иностранцев. То есть есть такие варианты, то есть это будет хороший вариант. Если такие требования, значит... Ну, это и подороже чаще всего. Да, оно будет немножко дороже, но оно будет наверняка покачественнее, почище. И, ну, как бы, ну, в принципе, не такая большая разница, чтобы не перекрыть те плюсы, которые у вас будут. Что еще? Узнали, кто у вас соседи. Дальше надо вам узнать все про то, за что, сколько вы будете платить. Значит, электричество. Электричество у нас в Шарме бывает как бы разное. Как это не глупо звучит, но электричество действительно, оно не то, что разное. Но у нас есть государственный контракт с государственной компанией, есть частные контракты. И стоимость, соответственно, разная будет. То есть государственный контракт, там все по тарифам. Тарифов там огромное количество. 8, бывает там 16 тарифов, я слышал, что есть в какой-то период времени. То есть зависит от времени дня и от количества потребленных киловатт. И от времени года. И от времени летний тариф дороже. Летний тариф, да. Но разобраться в этих тарифах крайне-крайне сложно. Но в любом случае вам надо всего лишь узнать, это государственное электричество, или это частное электричество. И какой счетчик. Обычный счетчик или счетчик по карточкам. У нас есть счетчики, новые счетчики, которые ставят, они предоплатные. То есть вы забрасываете какое-то количество денег на карту. И после этого эту карточку прикладываете к счетчику, он считывает, и у вас какое-то количество электроэнергии есть, которые он списывает. То есть здесь плюс такой, вас не обмануть, но и в то же время минус. Ну, у вас в любой момент может отключиться все. Да, на счетчике, вот вы утром прошли, посмотрели, у вас там еще на счетчике достаточно много денег, там можно посмотреть, сколько у вас осталось. А в обед у вас раз и погасло электричество, потому что счетчик там... Он посчитал за вчера. Да, он что-то... То, что он там забыл. Просчитал. Но это реально так и есть, потому что так и происходило у наших друзей, которые жили здесь у нас, и у них был такой счетчик. Вот именно так. Если не хотите заморачиваться, просто проще спрашивайте, да, если, возможно, в этой же квартире кто-то из старых жильцов еще будет, когда вы будете ее смотреть, то есть спросите просто тупо, сколько вы платите за электричество зимой и сколько вы платите летом. То есть вам, скорее всего, будет этой информации достаточно. Дальше вода. Стоит тоже узнать, сколько будут вас брать за воду, потому что за воду берут... Ну, то есть как бы... Тут нет водопровода, и есть какие-то общие резервуары, куда приезжают машины, сливают воду, и вы оттуда вашим насосом качаете. И электрический, естественно, насос, то есть не надо ничего включать, кран открыли, она течет. Но стоимость воды может быть разной и по-разному считается. Бывает, считают, например, просто один счетчик стоит на воду и делится на все квартиры и на количество жильцов. Например, в одной квартире пять жильцов, в другой два, в третьей один человек живет, а в четвертой там 20 человек. И вот пропорционально людям разделят, могут разделить пропорционально квартиры. Есть индивидуальные счетчики, то есть на каждую квартиру, тогда проще вы можете записывать показания счетчиков, но вам надо знать, хотя бы сколько вы будете платить за год. Есть еще вариант фиксированной цены, то есть вам, помимо аренды, вам еще могут сказать, что, например, столько там, вы будете платить за воду, то есть независимо от того, сколько вы потратите. Ну, кстати, вот такие даже, иногда даже очень выгодные такие варианты. Иногда просто включают, прям типа вода включена. Я не слышал, что было электричество включено, но вода включена. Дальше, газ. Газ у нас есть двух типов. Это магистральный и газ баллонный. То есть на данный момент, вот сейчас у нас в Хадебе баллон поменять стоит 120 фунтов. Ну, если просто готовить только, то я не знаю, на полгода может хватить. Ну, несколько месяцев. Магистральный, ну, где-то я тоже платил порядка там 20-30 фунтов в месяц, когда у меня была квартира, где заведена была труба. Так что разницы большой особо нет. Единственное, что, конечно же, магистральный газ удобнее, потому что баллон кончился, а баллон у вас один будет. Ну, привезут быстро, то есть поменяют вам его домоправляющие в течение, может быть, там, получаса-часа. Если он не пошел в молитву. Но, тем не менее. Вот, что еще вам надо узнать? Если вы снимаете квартиру в компаунде, вам надо обязательно узнать, сколько составляют дополнительные платежи на обслуживание бассейнов, которые идут на садовников, на охрану и прочее. Иногда эта сумма в некоторых компаундах достаточно серьезная. Да, то есть, вот, обязательно уточняйте, сколько будут стоить вот эти услуги дополнительные от компаунда. Так, что еще у нас? В принципе, после этого, если вас все устраивает, вы можете заключить контракт. Контракт оформляется письменно, на бланке. Туда вписывают ваши данные, вписывают данные хозяева, сумму аренды, срок аренды вписывают. То есть, в принципе, все достаточно прозрачно. И не ленитесь продлевать этот контракт, когда он закончится. Если вам начинают говорить, что давайте, это кофе, вот там, типа, контракт, он работает, зачем новую бумажку писать, значит, скорее всего, возможно, вам либо хотят повысить цену на аренду, потому что просто так ее повысить вы можете, ну, я так, насколько я понимаю, опротестовать это и показать, что у вас по контракту другая цена. Либо вас могут вообще просто хотят других жильцов пустить, которым вашу квартиру предложили дорожную. Ну, нет, здесь еще есть вариант такой, что дармен может пустить жильцов, а если хозяин вела живет где-то за границей и знать не знает, живут у него там люди, не живут у него там люди, он может говорить, что никого нет, на самом деле, сам кого-то пустил и деньги забирает себе. То есть, в принципе, даже с контрактом может быть такой вариант, то есть, он контракт просто себя обезопасил от полиции, если что, вот я показал, вот у меня такие-то люди с такими паспортами, да, и не говорить при этом хозяину, что здесь кто-то живет. Ну, да, или он заключил контракт, то есть, в контракте он без вас написал его, в любом случае, он возьмет у вас копии паспортов, потому что ему надо и будет вас зарегистрировать в полиции, то, что вы здесь живете. Вот это сейчас очень строго за этим следят. А контракт состоял на другую сумму, хозяину показал, то есть, грубо говоря, вам сдал за 300 долларов, а хозяину показал, что 200 долларов, ну, 100 долларов все в карман положил. Вы знаете? Идеальный вариант, конечно, заключать через хозяев, но, к сожалению, сейчас-то не всегда возможно, потому что многие в разъездах будут работать постоянно. Вот, хорошо, контракт заключили, копии паспортов сняли, что еще? Следующий шаг ваш какой? Депозит, скорее всего, попросят, даже если вы собираетесь въезжать в следующем месяце. В любом случае, да, при заключении контракта с вас сразу попросят депозит. Депозит – это месячная оплата. То есть, если вы снимаете, вот, допустим, вы въезжаете с первого числа и пришли сегодня 31-го числа, и заключаете контракт, сразу вносите деньги за два месяца вперед. Один месяц лежит как депозит. Потом, когда вы будете освобождать квартиру, ее, естественно, посмотрят, все проверят, что вы поломали, не поломали. Вычтут за уборку. Вычтут обязательно, вычтут за уборку, даже если вы ее идеально, вылежите, да. Все равно с вас вычтут и возьмут деньги за уборку, возьмут деньги за коммуналку примерно, да, и, ну вот, все, разницу вернут. То есть, как по минимуму, по максимуму, вернее, с вас постараются уже. Кстати, по коммуналке, вот смотрите, вот Дармен приносит мне вот такой вот счетик, да, как видите, все на арабском, сумма 790 фунтов. Это за апрель месяц, из них у меня тут 330 вода, 400 электричества и 60 мусор. Да, за мусор здесь тоже себе. Если вы вдруг не доверяете, что так вам показалось, что с вас много взяли, вы всегда можете потребовать, чтобы вам выдели вот то, что присылает компания, собственно, это счета от компании за электричество. Вот мой счет за электричество, вот эти 400 фунтов здесь указаны. Ну, все на арабском. То есть, если читать не умеете, хотя бы вам по-любому надо перед приездом сюда, хотя бы цифры выучите, как они звучат и как они пишутся. Ну, и хотя бы минимальный набор слов, потому что без этого вам будет достаточно трудно. и всегда можно проверить. Большинство Дормедов не старается вас вот так вот по-хитрому обмануть. Ну, в Компаунде там, конечно, с этим, наверное, попроще будет. В Компаунде там, скорее всего, власть и в офисы, там все регистрируется. Да, плюс здесь еще надо знать, что Дормедов, дом управляющий, ему тоже какая-то часть оплаты идет. Ну, у нас на данный момент это 100 фунтов в месяц мы платим, то есть каждая квартира платит ему 100 фунтов в месяц. Есть, я знаю, где Дормеды просят 150, может быть, даже есть где-то 200. Ну, вот это вот как раз... это уже новое, наверное, новое же тельси, если снижается, все будет вам дороже. Ну, это вот как раз вот тот сервис-чардж, который вы платите как за уборку территории. Да, кстати, он убирает раз в две недели у нас вот подметет дворик. Вот, и все вопросы, то сломалось, он смотрит, проверяет, сам починить не может, вызывает мастеров. Ну, оплачивать, естественно, ремонтная работа будет все, и тоже учебывайте. Ну, хотя иногда какие-то мелочи, масло там, лампочку поменять, может быть, да, может быть так. Что еще? Цены на коммуналку. Ну, вот я вам примерно показал, да, это вот апрель месяц, когда небольшие расходы на электричество. Летом расходы на электричество бывало, что доходили до 100 долларов счет приходил за электричество. У меня не было, но у моих соседей было, то, что счет приходил реально в 100 долларов. Это очень важно. лажи больше, я до 3000 фунтов слышала варианты. Поэтому электричество здесь не дешево. это обязательно узнавайте, наверное, одно из первых. Звонка будет. Что? По поводу продления контракта и сроков контракта. То есть, здесь имейте в виду, что если вы решили расторгнуть до окончания срока, депозит вам не вернут. Вот. Этот момент прописывается в контракте. Часто они делают контракт на английском и на арабском. В арабской части контракта это будет обязательно прописано, даже если в английской они могут это продолжение опустить. То есть, если не владеете, проверяйте как-то. Ну, беда. Просто имейте в виду, что будет так. Ну и по ценам, наверное, я могу вас так сориентировать, наверное, только на те цены, которые у нас были до начала вот этой всей пандемии. Допустим, в районе Хадаба студии начинались где-то, наверное, от двух тысяч фунтов. В студии это, сами понимаете, что это одно помещение, в котором у вас и кухня, и зал, и спальня. Ну, единственное, санузел раздельный. Ну, отдельный, не раздельный, а отдельный. Кстати, в большинстве санузлов здесь нет ванны, только в основном душа у всех. Вот. И в дорогих компаундах та же студия может стоить и до четырех тысяч, а может даже и дороже, в зависимости от размера студии, от близости к морю и прочее. Соответственно, где-то от двух с половиной, трех тысяч начинались односпальные квартиры и где-то, наверное, от четырех уже тысяч начинались двухспальные. То есть, по-нашему, это трехкомнатная квартира. Но имейте в виду, что вам тут может написать «А, вот мы снимаем дешевле». Да, такое может быть, но, скорее всего, либо эти люди здесь живут уже достаточно давно, либо знают непосредственно хозяина, либо как-то заключали, возможно, контракты в выгодное время. То есть, например, если сейчас кто-то поселился, сейчас понятно, что везде скидки сделали и, возможно, при продлении им сделают более адекватную цену, чем если вы придете в пик сезона и скажете «Вот, хочу». То есть, для вас будет одна цена, а для местного, ну, условно, местного жителя цена может быть совсем другой. Вот. Ну, в принципе, наверное, и все, что вам нужно знать об аренде и о покупке жилья здесь. Если надо что-то подробнее осветить, вы нам говорите, мы постараемся это сделать. Ну, либо любому из нас в личку можете написать. Ну, и можем, возможно, какие-то более подробные обзоры, там, какие-то, если получится, может быть, про какие-то компаунды мы и можем подробнее рассказать. Но, сразу говорю, не обо всех, потому что, ну, это связываться с администрацией, просить разрешения на съемку, как бы, достаточно геморрой на это все. Вот, если вы заходите себе найти жилье, вы можете просто узнать информацию про этот район, про этот компаун, потом приехать, сами посмотрите, выбрать уже из того, что вам понравится. Вот, и пишите в комментариях, как вам вообще вот эта информация, она полезна для вас, не нужна, может быть, может быть, нам не стоит продолжать рассказывать. Ну, и тогда, наверное, до встречи, прощаемся с вами. Да? Да, про интернет ты забыл еще. А, хорошо. Про интернет. Интернет у нас в Шарме. Ну, можно было, конечно, отдельную тему рассказать. Ну, в двух словах, да, в двух словах. Интернет. У вас это еще будет одна статья затрат. Интернет может быть проводной, то есть у вас может быть заведен кабель в квартиру, и на него есть контракт у хозяина этой вилы, либо у вас нет интернета, и вы будете пользоваться мобильным. Не всегда стабилен проводной, также не всегда стабилен и без проводной мобильный интернет. И не всегда возможно завести проводной без хозяина. Без хозяина, да. Если линии нет, то, скорее всего, вам самим ее и не сделают. Имеется в виду телефон. Я вот себе заводил свою собственную линию, я получал разрешение от хозяина, мы ехали, оформляли, то есть у меня есть мой личный проводной номер телефона. Этот контракт на мне, когда я буду освобождать эту квартиру, то я могу его кому-нибудь перевоступить. Итак, проводной интернет может стоить, в нашем случае он стоит 250 фунтов в месяц. Это где-то 250 гигов без, ну, достаточно большой скоростью, на 8 гигабит. Далее очень низкой скорости, если я превышаю этот клиент. Если же брать беспроводной мобильный интернет, то, ну, мне трудно сказать, то есть можно купить, наверное, за 150 фунтов 10 гигов, но тарифы все время меняются, поэтому, я думаю, что эта информация, да. Ну, это отдельно, наверное, если интересно, расскажу. И, опять же, надо уточнять, какая именно сеть в вашем районе, где у вас квартира, лучше всего. В некоторых компаундах, кстати, Wi-Fi раздают в заплату, естественно. Вот. Ну, и что, наверное, Татьяна? О личных предпочтениях, да? То есть, если бы у нас было неограниченное, сумма, где бы выбрали мы, чтобы поселиться. Тут немножечко паякаем, да? Ну, если мы берем вот нас, да, такой вот достаточно свободные люди, нас свободные люди. То есть, если это не семья, скорее всего, если вы сюда приехали без маленьких детей, ну, да, именно себе без маленьких детей. Да, то, наверное, я бы выбрала где-нибудь вилу на Си-стрит, именно на первой линии, там, где вот у вас порт и море, как на Алдоне. есть вот такие варианты. Иногда они даже могут быть очень неплохие по цене, потому что там сейчас вообще через одну виллу стоят пустые. В некоторых есть даже такие маленькие бассейны. Вот. То есть, это, конечно, и не компаунд, то есть, у вас там не будет всей красоты. Ну, зато с видом на море, вечером можно собраться с друзьями. Место красивое, но ветреное тоже. Поймите, что если около моря, то есть, ну, какое-то будет чуть более ветрено, но это и бесплатный пляж у вас под ногами считается. И до пляжа просто с горы скатиться. Пару шару. Вот. Если выбирать семейных людей, то есть, какой-то такой вот вариант, то, наверное, вариант, я бы выбрал, наверное, Равву. Равву либо Сантеру. Вот так. Это такие хорошие. То есть, там есть детские площадки, там охрана, бассейны. Вот очень хорошие компаунды и не дешевые. Да, нормальная мебель, в принципе, то есть, там неубитые квартиры. Нет вот такого вот соседства. Это соседство, кстати, очень полезное. Если у вас нет таких соседей, то у вас будут мыши или крысы. Да. Ну, еще тараканы. Ну, и все. Ну, и меньше, наверное, там будет местного населения. Ну, либо это уже местные, которые с достатком и ведут себя более-менее велищно. Ну, как-то так. Ну, это вкусовщина. Хватит. Хватит. Грузит людей. Все, ребята, до следующих встреч. Пишите, о чем вам еще рассказать. Естественно, мы будем рассказывать о том, как получить визу длительную здесь, как, собственно, происходит оформление. Немного, может быть, расскажем о том, где тут продукты брать, что как. Будем про кафешки рассказывать, про пляжи тоже расскажем, где какие есть. Но, на самом деле, это все зависит от того, как вы прореагируете на наше видео, потому что мы должны понимать, а стоит ли вообще об этом рассказывать, либо продолжать рассказывать исключительно в тарпоро готовить. Рамадан Карим. Пока.